Всем привет! Сегодня вот такой вот необычный ролик, но это, так скажем, крик души, потому что многие из вас знают, что у меня есть проблема на SATA интерфейсе на материнской плате X570 Orus Master и это меня очень напрягает, потому что я делаю обзоры на SATA SSD, а значения у нас занижены. И когда Сергей Петров прислал мне свой контроллер с AliExpress на обзор, тогда я убедился, что контроллер проблему решает, но начался бум ЧИА, все цены взлетели, если контроллер стоил 2000 рублей, то сейчас он стоит 7000 рублей и больше. Более того, я сам столкнулся с проблемой, с мошенничеством, что ли, то есть когда ты заказываешь на AliExpress какой-либо SATA контроллер, там он по хорошей цене, например там 1003, то продавец просто его не отправляет. Время идет, 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 а потом хобана, заказ отменен, деньги вернули. И вот мне очень странно такое поведение. Почему так делают? Ну да ладно, я давным-давно смотрел на контроллер, но 7000 отдавать за контроллер, пусть даже там 6 SATA разъемов, когда мне нужен только один, жаба душит. Жаба душит, жаба душила. И недавно, вот совсем недавно, сегодня, что уж там говорить, я наткнулся на предложение в своем городе SATA контроллер PCI-Express X1, а у меня как раз есть свободный X1 слот, который я сомневаюсь, что когда-либо будет задействован на SATA контроллер с четырьмя разъемами на чипе AS Media ASM 1064. Да, у него четыре SATA разъема, но так как все-таки пропускная способность X1, в максимуме, с максимальной отдачей может работать только один разъем, а это то, что мне надо, именно поэтому я тут же съездил и купил данный контроллер и готов с вами поделиться тем, что же в итоге получится. Так что давайте быстренько сделаем распаковку и перейдем к тестам. Вот такие результаты показывает накопитель Samsung 860 EVO, объем 2 терабайта при заполнении на 95%. Все вы видите, что скорость записи ниже 500, везде количество баллов 733. На графике по скоростям тоже никаких изменений. В общем, при использовании накопителя, подключенному к материнской плате напрямую через SATA интерфейс, вот такие вот заниженные результаты. SATA контроллер на базе чипа AS-Media ASM1060S4 у нас поставляется вот такой вот упаковки EO-Crest. У нас, видимо, производитель что-то на китайском, с обратной стороны тоже ничего интересного. Давайте смотреть комплектацию. Такс, такс, все, готово. Итак, у нас есть какая-то инструкция, какой-то мануал, как это все дело подключить, что куда установить. Но нас здесь ничего не интересует, мы это с вами знаем и умеем сами. Итак, у нас есть низкопрофильная планка, отлично. И у нас есть два SATA кабеля. Причем SATA кабели у нас, к сожалению, без защелок. Это, я считаю, минус. Ну и вот он, вот он наш контроллер. Такс, давайте-ка мы сейчас все это отклеим и посмотрим, что у нас находится внутри. Вот он, никакого радиатора здесь у нас нет. Четыре SATA разъема и контроллер у нас ASM. Такс, ASMedia, ASM 1064. Так что давайте устанавливать и делать тесты. Итак, давайте смотреть. Контроллер установлен, SSD подключен. Все, SSD у нас определяется, вопросов нет. Ну и на всякий случай давайте запустим CrystalDiskInfo. Посмотрим, что же у нас здесь. Да, все корректно, все определилось. Ну и первый тест это CrystalDiskMark. Прямо здесь мы и узнаем, есть результат от нашего внешнего PCI-Express контроллера или нет. Тесты у нас завершены. Давайте прямо сейчас сравним с тестами, которые были от материнской платы. Да, прирост есть, прирост отличный. И это радует. Такс, давайте продолжать тестировать. Дальше у нас SSD Benchmark. Смотрим, сколько баллов накопитель наберет здесь. И вот, и вот это хороший, отличный результат. Практически 1200 баллов. Значение топовых SSD. Если мы сравним с тем, что было на материнской плате, 733 разница колоссальная. И да, проблемы на материнской плате с SATA интерфейсом есть. Теперь запустим AtodiskBenchmark и посмотрим, что накопитель покажет нам здесь. И здесь мы с вами можем увидеть практически 540 мегабайт в секунду на чтение, 511 на запись. Если опять же сравнить с тем, что было у нас на тестах, то... Прирост есть. И я считаю прирост великолепный. Особенно по записи. Ну и напоследок Adjo Video Systems. Смотрим, что у нас будет по накопителю здесь. 500, 527. Когда было 447 на запись и 508 на чтение. Да уж, отличные результаты. Контроллер работает. И наконец-то у меня вернулись настоящие значения в тестах SATA SSD накопителей. Ура, друзья, ура. Наконец-то скорости вернулись. И наконец-то будут корректные значения на тестах SATA SSD накопителей. Контроллер на чипе ASM1064 полностью решил мою проблему. Там будет всегда подключен только один провод для тестирования SSD. Ну а мой SSD Samsung 860 EVO пусть работает от материнской платы. Это не такая большая потеря для меня. А вот самое главное, что тесты в SSD всегда будут показывать свой максимум. Я очень доволен тем, что получилось. Пусть я заплатил за этот контроллер 3000. Но все-таки это не 7. И даже если нормальная цена без всяких там бумов Чея этого контроллера возможно была тысячи полторы-две. В любом случае это пока ждать с Алиэкспресс. Пока то-се. А тут увидел, приехал, купил. Что ж, новые обзоры на SATA SSD накопители будут в полную силу. Будут на максимуме. И спасибо продавцу с Авито из моего города. На этом у меня все. Ставим лайки и подписываемся на канал. Вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. И увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и на всякий случай ссылка на продавца под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. И если вам нужен SATA контроллер, то смело можете покупать. Я проверил. Все работает. Все мне нравится. С ejemplo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова preTE